Икра, кабачковое, холодное блюдо. Первое у нас свекольник со сметаной с мясом. Второе у нас беточки, картофельное пюре, компот. Это обед для воспитанников 104 детского сада. Перед подачей его малышам пробу сняли чиновники и журналисты. Решили лично убедиться, что в свекольнике есть свекла, а не просто вода с картошкой. Выбрали сад журналисты. Именно на него в интернете больше всего жалоб. Те вопросы, которые задавались и нам, и звонят до сих пор, и на каких полуфабрикатах мы не работаем. Мы работаем на сырье. С Нового года за разнообразие и сбалансированность питания малышей взялся отвечать комбинат «Владмир», который уже 21 год кормит школьников. Перейти на единого подрядчика решили из-за больших убытков. Но родители забили тревогу. Дети ходят голодные. Порции урезали, а фрукты, овощи, молочку и вовсе перестали давать. Порции уменьшили, мясо не дают. Каша на воде. Детё приходит домой голодное. Воспитателям запретили питаться с детьми. Носят с дома доширак. Из меню исчез не только второй завтрак, но и закуска в обед. В обед только первое и второе блюдо и компот или чай. Наполник позволяет себе вместо хлебобулочных изделий давать просто кусочек батона. Теперь будем фотографировать меню. Мой ребёнок из сада тоже стала приходить голодная. Ужин ест, как ни в себя. До Нового года точно такого не было. Про суд на воде от воспитателей наслышано. Понаблюдаю. Если что, пойду к заведующей советоваться, что делать. Плату подняли? Стало хуже. Да, Россия. С октября 2014 года родители стали платить на 800 рублей больше, то есть 2000. А всё потому, что стоимость питания на одного ребёнка подняла с 73 до 94 рублей. Но выросли и цены. Поэтому мама и папа посчитали, на их детях никак иначе начнут экономить. Владмир, так как им деваться некуда, они начинают экономить. Потому что они не могут за те же самые деньги купить тот же самый продукт, который заложен был в октябре месяце по цене. Понимаете, в чём дело? Они же покупают не килограмм гречки. И у нас тоже есть дети, которые тоже ходят в детский сад у меня есть. Поэтому я тоже всё это вижу. И позвольте вам сказать, что, конечно, мы не допустим того, чтобы у нас дети голодали, как пишут. Санпин не обманешь. Детское питание регламентируется жёстко. Каждое утро заведующая подписывает суточное меню. И выход за рамки дозволенных норм пресекается законом. Во все сады города поставщик привозит одни и те же продукты. Но разнообразие приготовленных блюд зависит от повара. Две недели, которые мы ездим по садам, прямо скажу, без предупреждения. Так что готовится никто не готовится. В данном случае видим ту картину, которая есть. И совершенно чётко могу сказать, если в одном детском саду из того же стандартного набора продуктов, которые есть во всех детских садах, умудряются приготовить всё правильно и качественно, значит, что? Значит, это можно сделать и во всех детских садах. Вопрос в данном случае в обучении, в обмене опытом. А чтобы меню в детских садах сильно не разнилось, было решено составить комплекты питания на 10 дней. И творчество поваров будет проявляться только в номере выбора. Либо первый, либо пятый и так далее по списку. Несмотря на нововведения, все белки, жиры, углеводы и витамины остались на том же уровне. Если всё-таки есть нарекания и подтверждения нарушений детского питания, сообщайте об этом в учреждении дошкольного образования. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.